В своем недавнем интервью Владимир Путин заявил о причастности американцев к свержению бывшего президента Украины Виктора Януковича. И подобный подход к решению спорных внутриполитических вопросов, в том числе в республиках бывшего СССР, президент назвал абсолютно неприемливым. Но если сейчас президент понимает, как США воздействуют на бывшие союзные республики, то неужели раньше Америка действовала более искусно? Или, может быть, сами руководители помогали ей? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился историк, автор учебников по истории России Евгений Спицын. Дело в том, что Хрущев, может быть, в силу каких-то там личных обстоятельств, в силу небольшого ума, в силу, бог знает каких там причин, инициировал вот этот процесс десталинизации своим вот этим там морживым докладом, и он фактически дал козырь в руки тех врагов советской власти, нашего государства, вообще идеи коммунизма и социализма, и им умело очень воспользовались. Потому что Хрущевский доклад о культе личности, а потом и постановление ЦК о культе личности, это вот тот первый, но самый главный кирпич, положенный в основу начала мощной идеологической, даже идейно-психологической войны против СССР. Естественно, из Советского Союза в западных СМИ сразу сделали кровавое пугало, страну, где господствует тирания, где денно и нощно работает репрессивный аппарат и уничтожаются миллионы и миллионы людей. Почти как сегодня рисуют Россию. А потом, во времена Брежнева, эта тема понемногу начала сходить на нет, рассказывает эксперт. Только ведь дело было недоделано. А завершением как бы всего этого стала вот как раз перестройка. Причем здесь наносился удар сразу по нескольким главным направлениям. Суть этого плана заключалась в чем? Лениным ударить по Сталину авторитетом. Поэтому первые там полтора года перестройки были вылиты ушатой грязи на Сталина, его окружении. Когда это все удалось, потом стали бить авторитетом якобы социал-демократии по Ленину уже. Уже стали развенчать образ Ленина. Потом, когда развенчали образ Ленина, наступил очередной развенчать вообще учение о социализме, о коммунизме и так далее. Вообще о каких-либо измах. Что нету никаких измов, что это все ерунда. В итоге общество было идеологически расшатано. Нам навязывали ценности общества потребления, когда все должны объедаться, все время все покупать и жить ради денег. При этом не последнюю роль играли и западные спецслужбы, западные агенты и, конечно, средства массовой информации. Евгений Спицын напоминает, что были тогда разного рода радиосвободы, вещавшие в республиках на разных языках и, более того, игравшие на национальных признаках. Делалось все, чтобы общество расколоть. Здесь много профильная была обработка через средства массовой информации и внутрисоюзные, и зарубежные, и через мнение так называемых авторитетов, типа Арбатова, там Попова, какого-нибудь Климкина, там Шмелева и так далее. Плюс у нас Центральный комитет партии, для многих любое решение ЦК, даже самое абсурдное, оно воспринималось истинно в последней инстанции. Вот приняли они программу демократического социализма. По сути, эта программа есть отрицание вообще программы строительства социализма в СССР. Но раз это вроде бы приняло ЦК партии, значит, мы под козырек берем, не вдумываясь вообще в содержание самого этого документа. И вот так вот по всем векторам били по самым больным точкам. А задача была одна – разрушить и общественный строй, и разрушить саму страну. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok